3 апреля 2024 год. Москва, улица Никольская. Продолжают здесь стоять одиночные пикеты Национально-особительное движение. Вот с таким плакатом требуем чрезвычайных полномочий Путину для борьбы с террором, организованным США. Ну, я думаю, все понимают, какой террор организовали США. Это 22 марта, Крокус Сити Холм. Второй плакат, как нам победить, необходимо остать полетное задание, отмененное Ельцином в 1994 году, и нацелить ракеты на США, Соединенные Штаты Америки. Также раздаются газеты. Вот он, переход на площадь Революции. И вот она, красочная улица Непольская, со звездами Кремля. Приветствую, Дмитрий. Здравия желаю. Как сегодня проходит? Ну, сегодня, слава Богу, спокойно. Вчера был вечер провокации у нас тут. Одновременно несколько провокаторов подходили, Вадим, свидетель этому. И пожилые, и молодые одновременно и так совместно. Ну, так прощупывают нас, насколько мы тут держим улицу. Ну, и тоже пытаются отсюда нас вот так вот выбивать. Прощупывают, потому что враг готовится мощно нанести нам удар за то, что мы нашего национального лидера поддержали. Ну, а мы сдаваться не собираемся. И вот в любую погоду, как и сегодня, мы здесь на посту доносим гражданам о основных вот этих положениях. Ну, многие вот так сомневаются в этих полетных заданиях. Ребят, логика простая, все вот на поверхности. Ну, если мы действительно в таком колониальном рабском статусе, ну, неужели вот этот колонизатор оставил бы нам вот эти вот вещи с полетными заданиями? Он сделал все, чтобы нас, вот эти все когти, чтобы клыки наши, так вот образно сказать, убрать, чтобы мы смогли дать ответ. Ну, а также еще есть множество тому подтверждений, отмененные Ельцином в 94-м, и Лавров говорит, и сам Владимир Владимирович Путина, вот этих превентивных и ответно-встречных. Ну, и, конечно, РВСН, генерал-лейтенант Каракаев это тоже подтвердил. То есть, со всех сторон, ну, доказательства есть, ребят, что ждем? Ждем только вас, народ. Ждем, ну, а вы пока все с нами умничайте. И не верите, верите, проверяйте всю информацию. Да, все можно проверить, конечно. А бить по своим тут это, выпендриваться с нами, ну, вы свою вот эту пройти энергию проявите к врагам, а на диване лежа, как вы там в комментариях, и вот здесь вот изгаляетесь. Для чего? Ну, вас же также будут убивать вместе с нами, ну, надо же включить голову. Вот, что думаете, вас оставят, чтобы... Ну, Госдума сегодня, конечно, тоже мы так нормально постояли. Пусть видят наши плакаты. Единственное, конечно, наблюдается такая картина, что вот эти вот те, кто там в Госдуме, ничего их это не интересует. Это у них другие совершенно интересы, поэтому, действительно, 95% там предателей. И вся надежда только на народ, что мы с вами, сплотившись, выбьем и поменяем эту систему. Да, ну, я напоминаю, сегодня как раз был доклад правительства в Государственной Думе, значит, Михаил Мишустин, вот, как раз выступал очень долго, там ему задавали вопросы, и, конечно же, все и правительство, и вся Госдума видели вот эти плакаты, так сказать, ну, вот, мягкой силой на них воздействуем. Спасибо, Дмитрий. Ну, вот мы с вами оказались у следующего одиночного пикета. Здесь на Манежной площади, возле памятника Жукова. Пикетцы и тактиристы из рабочих дней межрегиональных штабов. Национально освободительное движение. Давид Покасьянов с таким плакатом Путин нашли. Возрачие, значение полномочия для скорейшей победы. Сейчас детали в стопке, но погода, конечно, не очень. Погода не очень, ветер порывистый, холодный. Вчера еще было очень тепло, сегодня уже кардинально погода изменилась. Ну, Давид, как сегодня проходите? Здравствуйте, все хорошо берут. Там, издалека замечают, что приходят, прибегают. Молодые тоже, женщины любого возраста. Есть надежда? Есть надежда. Слава Богу, что у людей есть. Дело вопрос, что, когда мы их найдем, а мы найдем, они пройдут, мы на улице обучим. До них донесем всю правду. Победа будет за нами. Спасибо вам. Спасибо, Давид. Так, вот вы, друзья, очередного одиночного пикета, который стоит уже здесь, на Манежной площади. С таким вот плакатом идет война против нашей Родины. Только чрезвычайная полномочия для главы государства спасут страну. Ну и второй плакат. Чрезвычайная полномочия Путина. Пикет застает у нас Рамзан Хальвитов. Приветствую, Рамзан. Здравствуй, Вадим. Как сегодня пикет проходит? Да, пикет проходит, как мы видим, на Манежной площади, в центре нашей столицы. Раздаем газеты, листовки, ну и плакаты с требованием чрезвычайных полномочий для нашего национального лидера Владимира Владимировича Путина. Пакет проходит отлично, стимул есть, потому что надо освобождать нашу страну и идти полным курсом, объявленным нашим национальным лидером, курс на суверенитет России и нашего Отечества. Спасибо. Вот, друзья, очередной пикет, тоже здесь находится на Манежной площади, ухода в Александровский сад. Вот он, вечный огонь. И здесь, обратите внимание, как раз речь Владимира Владимировича Путина, Монтовская его речь, ну, там целая подборка. Вот граждане идут и, конечно, это все слышат. Ну, плакаты традиционные, как нам победить, необходимое основное полетное задание отмена Ельцина. В 2004 году и нации с ракетой на США, это ракеты Ярс, ракеты Сарман. Три знамени, и тут еще два знамени. Родина в опасности, поддерживаем курс президента по защите Отечества. Идет война против нашей Родины. Только чрезвычайные полномочия для договора государства спасут страну. Приветствую, Владимир. Ну, как сегодня? Провокаторов не было? Нет. Ну, в один ракетчик, который спрашивал, а что тут написано, а зачем там, я ему объясняю. Потом он сказал, где ракетчик, а не фронтал. Можно и нужно критиковать власть за это. Да мы и сами видим проблемы, мы работаем над их решением. Но при этом бывает по меньшей мере недоумения, политические спекуляции на этих ракетчиков. Причем со стороны кого? Со стороны тех, кто в течение десятилетия руководил Россией, а в конце 50-х годов оставил людей без самых элементарных услуг и талантов. Без сахара, без мяса, без соли, без бичинка. И своей политикой, безусловно, подготовил расстав Советского Союза. Или спекуляции со стороны тех, кто еще каких-то 10-15 лет назад контролировал ключевые позиции из Федеральных Собраний и правительств. Это те, кто в 90-е годы, занимая высокие должности, действовал в ущерб обществу и государству, обслуживая интересы алькартических структур и распозаривая национальное состояние. Это они на существе всего. Это они сделали, между прочим, коррупционным средством политической и экономической конкуренции. Это те, кто из года в год принимал несбалансированные безобидные ассоциальные бюджеты, отдал назад, да? Ну, типа, все знают, да? Ну, такие встречаются, конечно, граждане. Все говорят, о чем я тут рассказываю, я и так все знаю. Вот, смотри, курсанты училища военного ведут, морского, видимо. Это те, кто годами не воплачивал ветки и пособия, пенсии, зарплаты, кто в самых трудных периодах террористической интервенции против России, самым бессовестным образом и циничным образом спекулируя на жертву. Одним словом, это все те, кто в конце прошлого века привел Россию к массовой мирности, к балальности, к балальности, к балальности, к балальности. Друзья, продолжаю стоять одиночные пикеты. Здесь на Манежной площади, также на улице Никольской. Доносим до граждан, так сказать, как можем, формируем общественное мнение. Через пикеты, через газеты, через листовки. Сломала флаг. Но сегодня очень порывистый ветер. Вот так вот, друзья. Всех приветствую, друзья, еще раз. Москва, Манежная площадь. Рабочие пенения межрегиональных штабов сегодня. Провели серию одиночных пикетов. Вы все это видели. Непольская, Манежная площадь. Тут у Кремля Александровский сад. Главное требование, конечно же, предоставление чрезвычайных полномочий главе государства Владимиру Путину для того, чтобы провести конституционную реформу, для того, чтобы зачистить пятую колонну во власти, для того, чтобы вернуть суверенитет и чтобы жить нам в независимой, суверенной стране. Главное, передать суверенную страну нашим детям, внукам и правнукам. Мы не имеем никакого права ни морального, ни другого передать колонию. Русский народ никогда не был рабами и не будет. И мы поддерживаем Владимира Владимировича Путина, его курс на суверенитет. Враг будет разбит, победа будет за нами. Поэтому... Родина! Свобода! Путин! Родина! Свобода! Путин! Родина! Свобода! Путин! Ура! 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 Слава великой России! Так-то мы и были.